Всем привет! Это парашютный клуб Азовскай и его проект по продаже снаряжения Paragir.com.io Вот наши контактики Мы продаем разное парашютное снаряжение и очень часто, особенно в последнее время нам задают вопросы, точнее просят рассказать более подробнее о функциях того или иного снаряжения Сегодня мы с вами познакомимся о таком звуковом приборе как ProTrack 2 Это пищалка, сигнализатор высоты Ну и пройдемся по нему более подробно ProTrack 2 Вот в такой вот коробочке он у нас приходит Я его предварительно распаковал Она очень небольшая Что у нас в этой коробке находится Здесь сразу на упаковке есть то, что у нас внутри коробки Ну и непосредственно что же там в итоге находится Сам сигнализатор ProTrack 2 На такой пластмассовой платформочке Такое напоминание юридическое Где, мол, это электронный прибор Без батареек не работает И прочая юридическая юридистика Инструкция я ее предварительно достал Мы по ней с вами будем работать И пакетик с рекламы Итак, вот так вот выглядит этот наш прибор ProTrack 2 Здесь имеется для microUSB разъем В котором вы точно тоже можете Помимо кнопочек настройки вносить И так далее Стандартные три кнопки По сравнению с ProTrack первым Вот он в размере Он немножко короче По толщине и по ширине Фактически такой же Более скругленные края Не обращайте внимания на мой ProTrack Ему уже больше 10 лет Он чего только не пережил Вот, сейчас познакомимся Именно вот с этим новым прибором В комплекте идет инструкция Это один такой большой листочек По большому счету это просто карта действий По которым можно двигаться Ну и список функций С которыми я вас более подробно познакомлю Итак, ProTrack у нас Основное отличие в том Что, во-первых, стали Ну, в размере я уже сказал Стали писать дату производства Используются здесь две батарейки CR23-25 Вот так вот они выглядят Сейчас Таким вот образом Стандартные Таблетки Раньше упаковка была Вот такая А с октября 2017 года Уже идет новая упаковка Вот так вот эта упаковка выглядит Это швейцарская батарейка Литий Литиевая Прошу прощения за тавтологию На рынке можно найти аналоги Щелочные Можно найти аналоги там еще какие-то Типа Panasonic и так далее ProTrack тоже будет работать Но есть одно но Работает он на щелочных батарейках По времени гораздо меньше И есть еще один главный минус Не штатных батареек В том, что Ну, тот не всегда Выдаваемый ток, который батареечка Может выдать Со временем убивает Какие-то ячейки, секции На дисплее Из-за этого перестают работать Ну Ячейки дисплея Так, в принципе, можно использовать Итак, для начала включения Включается стандартно Нажатием центральной кнопки И удержанием ее Через несколько секунд Он переходит в ваш режим Ну и Здесь можно уже Производить разные Манипуляции Включать можно вручную Включать можно Собственно В течение 14 часов Использовать его Без повторного включения То есть, если вы один раз включили В течение 14 часов Прибор находится в рабочем положении До того момента Пока вы Не выполните с ним прыжок Либо Пока не нажмете Какую-то из кнопочек На дисплее Ну, на приборе Если Ни кнопки не нажимались Ни прыжки не выполнялись Через 14 часов Прибор сам выключится При условии Что у вас выставлен режим Эко Режим экономии батареи Мы немножко дальше Его коснемся Вот Переходим из режима В режим Стрелочками влево И вправо Таким вот образом Ну и теперь Познакомимся С каждым из этих режимов Что здесь можно делать Вот это так называемый Flight режим Здесь он показывает Высоту На которой вы На которой вы Находитесь Время И собственно В дату прыжка Когда это происходит Переходя Следующее Здесь можно выставить Режим Установки высот Это High Надпись Это скоростная высота То есть Скорость Высота в свободном падении На которой сработает У нас Пищалка То есть прозвенит 4500, 3000 или 1500 футов В данном случае Это Low Это низковысотные Сигналы То есть На приземлении Вот Следующий режим У нас Общий режим Здесь Прибор Новый у нас Поэтому у нас Здесь чистые Это количество прыжков Высота отделения Высота раскрытия Время свободного падения Ну и скорость Это стандартно Для протрека Если у вас раньше Был протрек То здесь вам будет Все понятно Это книжка То есть Время Количество прыжков То есть Логбук попросту Сюда вы записываете И время свободного падения Дата Время Стандартно И какие-то настройки О чем мы говорили Здесь у нас настройки Либо Эко Либо Ну обычное Использование батарейки Бип Это вот вы слышали При переключении сигналы Их можно выключить Вообще И при нажатии кнопок Сигналов не будет Это выбор Режима прыжка Здесь Их немного Мы дальше посмотрим ТАС или САС Это скорость падения Триуэрспид Или Скайдайвер Аэрспид Триуэрспид Это скорость падения Парашютиста По отношению к потоку А если мы переключим На САС Скайдайвера Аэрспид То это будет Скорость потока По отношению к парашютисту Ну и соответственно У нас здесь Скорость и высота Может выставляться Милли в час Километры в час И футы Или метры В зависимости от Единицы измерения При переходе В следующий Раздел этого меню Там еще будет Устанавливаться Температура В Цельсиях Или Фаренгейтах Ну вот собственно Переход по этим режимам То есть влево Вправо Вы переходите Вот Флайд режима По высотам Локбуку Там Количество прыжков Дати Настройкам И так далее Ну и в эту сторону Каждый из режимов Защищен Входом Ну то есть блокировкой Эту блокировку Мы снимаем Точно так же Как и в первом варианте В ProTrek 1 Используя Вот этот замочек То есть мы нажимаем Центральную клавишу Ждем когда замочек Моргает Когда загорается В следующий раз Замочек Снова ее нажимаем И удерживаем И когда Замочек загорается Третий раз Мы отпускаем Эту клавишу Давайте сейчас попробуем Извините Наверное прозевал Но если что Нет Все Вот мы перешли В режим Здесь в режиме Flight Mode Можно устанавливать Погрешность По высоте То есть добавлять Высоту Или убирать высоту Вот таким вот образом Переходим в следующий режим Здесь мы можем устанавливать Различного рода сигналы Сколько их там у нас будет Четыре стандартных набора Можно выставить Из четырех высот Каждой То есть здесь вы можете По очереди их выставить То есть И в дальнейшем Просто переключаться С одного режима на другой Ну то есть например Вы прыгаете там Freefly с четырех тысяч И прыгаете с тысячи метров Пилотирования Да То есть Для того чтобы это удобно было Вы можете выставить Четыре разных варианта Срабатывания сигналов И просто переключаться Между ними Не выставляя каждый раз Новый сигнал Вот таким вот образом Следующий режим Следующий режим Это у нас Ну вот здесь Непосредственно Переключение между Установка настроек Переключение между Своими высотами Следующий режим Это high speed То есть это сигналы В свободном падении Здесь можно их выставить Четыре Либо оставить Один пустой Будет стандартно Три пищать Ну и Показывает окошко Какие сигналы У вас будут звучать Из первого профиля Второго Третьего Следующий режим Точно так же Заходим Следующий режим Low speed Это высота срабатывания Высота подачи сигналов Ну допустим При пилотировании Да Точно так же Для изменения Нажимаем кнопочку Нажимаем второй раз Держим Отпускаем Получаем наши профили Которых мы здесь Устанавливаем Вот таким вот образом Сейчас перейду Следующий То есть Каждый из режимов Защищен Блокировкой Для того Чтобы случайно Не изменили их Ну здесь Это обычная Книжка Сюда заходить не буду Здесь появятся данные После того Как вы внесете Свои И начнете прыгать Точно так же Здесь Это личная Информация Которую вы Изначально Сюда вносите Время Дату Изменяем Точно так же Здесь еще 2017 год Прибор новый Еще не открывался Не упаковывался Ну и собственно Сами настройки Давайте здесь Более подробно Зайдем Вот Сейчас Секундочку Это мы потом Это выключение Из вот этого режима Производится Выключение Я потом его покажу Сейчас мы Просто перейдем Режим экономии батареи Либо режим экономии батареи Либо обычный В режиме экономии батареи Я уже говорил Через 14 часов Прибор Самостоятельно отключится Через 14 часов После крайнего прыжка Либо после крайней нажатия После крайнего нажатия Клавиши Бип Это вот эти сигналы Которые вы слышите При нажатии батареек Мы их можем Совсем все выключить И вот видите Ничего не изменяется Либо включите Тогда Будет Прибор При нажатии клавиш Издавать сигнал Режим бип Вернее режим Формата прыжка Вашего Здесь у нас может быть 3-5 секунд Слоу Медленный прыжок Ну не знаю Может быть там Или супер слоу Винскьют Например Вот Либо произвольный Которые у нас Скажем так Из общего числа Тут просто прочерки стоят ТАСС Трюэр спит Ну это скорость Про которую я уже говорил Следующий режим Это Фут и метры То есть переключаем Фут и либо метры Следующий Это скорость Миль в час Километры В час И следующее Это температура Фаренгейта Или Цельсий Это режим Заводских настроек Здесь можно посмотреть Скажем так Номер прибора Насколько я помню Дату его производства Не ошибаюсь 5 секунд Нужно держать Ну сам первый день Играюсь Поэтому могу Где-то там Немножко Не подрассказать Если есть вопросы Можете под видео Их задать Я вам на них отвечу Вот Ну вот собственно Все-все функции Можем ввести Единственное еще Здесь эти все функции Нарисованы Они описаны В виде Простого меню То есть вот Из флайт мод Из режима мод Переходим в установки И переходя Стрелочкой вниз Вот что мы здесь Сможем получить В каждом режиме При установке Высот Есть громкость Сигнала И можно сделать тест Сейчас давайте попробуем Можно сделать тест Сейчас что у нас тут Выключился Сейчас допустим Допустим Вот здесь Заходим В режим установки Сигнала Переходим Ну вот допустим Звук Какой будет звук Здесь Ну и тест Таким вот образом Здесь все работает То есть все достаточно просто Нужно просто Опять-таки Тавтология Разобраться Ну и теперь С вами перейдем В режим Выключения Как выключить Этот прибор То есть Очень долго Сам искал Несколько раз Перечитывал Инструкцию Но все-таки Нашел Честно говоря Лучше один раз Показать Чем 25 раз Читать Выйдем из всех режимов То есть Для выключения Прибора вручную Нужно перейти В режим настроек Этот режим У нас в самом конце Кнопочками Вот он Заходим сюда В этот режим И здесь вот есть Циферка Которая мигает На этой циферке Должна быть цифра 10 Вы ее набираете Вручную То есть 10 раз Нажимая стрелочку Вы эту цифру Увеличиваете До 10 Когда здесь 10 Нужно нажать Центральную кнопку Процедура Очень простая Но объяснена Совсем непонятно То есть Мы набираем Здесь 10 И нажимаем Кнопку Прибор Отключается Вот собственно Все В следующем Нашем видео Скорее всего Будет обзор Виза Потому что По ней тоже Есть Куча вопросов Пишите отзывы Все ссылочки Добавлю Под видео Что Последнее Еще хочу сказать Сюда Подключается Обычный кабель У меня кабель Из телефона То есть Мы сюда Подключим На дисплее Отобразится Меню То есть Единственное Что если у вас Антивирус Включен То будет ругаться Антивирус Нужно будет Отключить Там есть Тоже меню Настроек Настройки Простые Выбирая Функцию Единичка Включена Ноль Выключена Ну то есть Все достаточно Тоже просто И еще Что здесь Есть у нас Что мы Не рассмотрели Приключенном Приборе Здесь вот Как раз Здесь есть В процентном Содержании Заполняемость Вашего Локбука То есть 100% Это пустая Ну соответственно Чем Больше у вас Здесь Цифр Тем меньше Информации У вас В локбуке То есть Ответственно Там 1% Это у вас Остаток 1% И Прибор Может Выдавать Ошибки В зависимости От ошибок Вы можете Ну либо Самостоятельно Какие-то функции Производить С ним По указанию Производителя Либо отправить Уже Производителю Код ошибки Он скажет Что вам сделать Либо отправлять Прибор Придется В зависимости В случае Поломок В зависимости От ситуации Вот Ну это Из того Что еще Здесь Такого Есть В принципе Все просто Все работает Обращайтесь До новых встреч Продолжение следует Продолжение следует... Продолжение следует...